Мур, привет друг, это Зверько и новостной выпуск патча 1.5.60. Я порядком подзадержался с выпуском, за что извиняюсь. Просто когда на тренировке разбирали фехтбух Фиорида Либери 15 века, мне основательно прилетело навершием в тыльную сторону кисти, отчего пальцы перестали сжиматься на несколько дней. Больно капец, но благо без переломов. Сейчас руки функционируют и мы переходим непосредственно к обновлению. 10 марта выйдет скин на Роджера Киберволк, стоить он будет 899 алмазов. Скин прикольный, но вот честно, самого Роджера уже можно обмазывать скинами с ног до головы. 20 марта. В магических шахматах выйдет маленький командир Саки, бабочка-флорист. Стоить будет 499 алмазов или 24 тысячи БЛО. 17 марта. Изменения в магазине фрагментов. Редкие скины. Добавят Дариуса Падальщик Руин, Циклоп Спасатель Глубин, Гассен Кибероператор, Роджер Анубис, Мие Капитан Шип, Лейла Девочка Зайчик. Уберут Аргус Темный Дракон, Москов Командир Зминный Глаз, Акай Алый Самурай, Мартис Огненная Пасть, Фанни Королевский Кавалерист и Иритель Ночная Стрела. Герои за фрагменты. Добавят Барца, Роджера, Халида, Кагуру, Чане и Ангелу. Уберут Ло-И, Харита, Хуфру, Кармилу, Лапу-Лапу и Сесилиона. Успевай, накапливай и покупай. Для покупок скинов требуются алмазы, которые можно дешевле приобрести у спонсора этого видео. Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты, как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс.Деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего ака для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Также Мунтон и Кодошоп организовали совместный ивент. За пополнение на любую сумму участники получают шанс выиграть постоянный облик. Ивент продлится с 3 по 24 марта этого года. И каждую неделю будет новый призовой облик. А теперь возвращаемся к ролику. Изменения героев. Изменили пик и модельку Аргуса. Я, конечно, не художник, но на мой вкус светло-голубые крылья ангела и фиолетовая кожа, плюс ядовитый зеленый оттенок, ну как-то вот не стыкуются, что ли. Глу. Кстати, он у нас стал почему-то Дактек. Видимо, имя выберут к дате выхода героя. Атрибуты. Увеличили скорость регенерации здоровья. Вдобавок, увеличили регенерацию маны, но чуть-чуть. Пассивка. Углу убрали исцеление, когда он наносил урон в рассыпчатом состоянии. Взамен добавили более полезную фишку. Атакующая наносит меньше урона за каждый накопленный стак. Урон уменьшается на 7,5% и стакается до 5 раз. Итого штраф к урону 37,5%. А это очень ощутимо. Первый навык. Немного уменьшили затраты маны. Было 60-90, будет 50-80. Ульта. Увеличили реген при рассыпании на части. Было 3,5%, будет 4,5%. Увеличили хп реген при заселении на противника. Также настроили расчеты передачи урона и исцеления. Если вдруг ты не понимаешь, о каком персонаже речь, посмотри обзор на моем канале. Ссылку оставлю в комментариях. Беатрис. Атрибуты. Прирост здоровья увеличили. Скорость прироста атаки тоже увеличили на целый процент. Базовая атака получила штраф. Атака по крипам снижена на 40%. Винтовка Реннер. Немного увеличена дальность стрельбы. Пистолеты Нибиру. Уменьшили базовый урон на 10 единиц. От меча охотника наследуется только 22% пассивки. Ульта. Увеличили базовый урон. А также увеличили физический бонус с 85% до 90%. Первый навык. Немного сократили время перезарядки. Обзор на Беатрис тоже можно найти у меня на канале. Бэйн. Второй навык. Получил ребаланс. Перезарядка навыка считается после полного использования навыка. Время перезарядки уменьшено. Увеличили скорость перезарядки за магическую силу. Подняли бонус к магической силе урона. Ван-Ван. Ульта. Ульте теперь позволили наносить криты. Похоже, после выхода переделанной Ван-Ван нужно будет актуализировать гайд. Матильда. В прошлый раз разработчики сделали проблемным применение ульты на Матильде. Они поняли как сильно ошибаются и вернули все назад. Ульте откатили прошлые изменения. Теперь как на официальном сервере. Первый навык. Подняли базовый уровень урона. Было 400-600, будет 460-660. Пакита. Первый навык. Уменьшили размер щита. Было 200-500, будет 150-500. Второй навык. Базовый урон уменьшен. Было 250-550, будет 200-500. Зато увеличили физический бонус. Со 100% до 120%. И немножко увеличили дистанцию удара. В ульте уменьшили время подбрасывания. Совсем чуть-чуть. Такими изменениями. Разработчики ослабили старт Пакита. Но сделали второй навык сильнее в поздней игре. Изменения время подбрасывания ощутят разве что киберкатлеты. Я себя к ним не отношу. Ангела. Первый навык. Увеличили время перезарядки. С 5 до 6 секунд. Увеличили исцеление. Было 100-175, будет 150-225. Меньше спама, но немного больше исцеления. Дополнительные изменения. Оптимизировали камеру при ульте Ло Ии. Оптимизировали логику награждения ассистом Фарамиса при использовании его ульты. Если возрожденный герой убивает врага, Фарамис получает ассист. Исправили проблему в прицеливании возмездием. Новая опция в бою. Можно быстро заблокировать чат союзников. Не помню показывал или нет, но теперь на миникарте можно более точно обмениваться информацией. Такой как направление атаки, отступление или точки сбора. Управление стало дружелюбнее. Вдобавок, на миникарте теперь видны полоски хп, что сильно облющит анализ боевых ситуаций. А не когда я уже ору, требуя сведений о хп противника, который только что убил союзника. Изменили значки направлений топ и бот линий с золотом и опытом. А также добавили секундные таймеры на респах монстров. Вот что-то уже совсем казуальное на мой взгляд. Вот и все. Что бы хотелось сказать напоследок. Поскольку видео выходит 8 марта, я бы хотел поздравить 11% кошечек, что смотрят мой канал. С праздником вас, милые девушки. На этом я прощаюсь. Получай от игры удовольствие. Удачных боев, друг. Субтитры сделал DimaTorzok